Будет интересно моё сегодняшнее видео. Прежде всего тем, кто имеет семьи, кто имеет близких, которые зависимы от них. Не только эмоционально-психологически, но и финансово. Это очень важный момент. Почему люди страхуют свою жизнь? Потому что они кого-то любят. Они страхуют свою жизнь в пользу тех, кого любят. Если человек не любит другого человека, то он в его пользу страховать свою жизнь не будет. Достаточно всё просто. Поэтому если у вас есть семья, если у вас есть дети, то вам это может быть интересно. Экзюпери в своё время сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Я немножко по-другому скажу. Если человек подарил жизнь другому человеку, либо другим людям, речь идёт о детях, то, конечно же, он в ответе за этих людей. Потому что эти люди абсолютно полностью зависимы до определённого возраста на 100% от родителя. И, конечно, они рассчитывают на то, что родители будут о них заботиться. И в том числе после своего ухода из жизни, если этот уход случился внезапно. Итак, для начала очень коротко я расскажу... Ну, такой рикбез проведу маленький. Буквально 2,5-3 минуты будет длиться. И вы поймёте через 3 минуты, почему важно об этом было мне сказать. Итак, различают два вида страхования. Рисковое страхование и страхование жизни, лайв-страхование. Что такое рисковое страхование? Если у вас есть автомобиль, то вы покупаете автогражданку. Это обязательное страхование. В любой компании. Это может быть Инга, ОСГ, это может быть Проведна, ПЗУ, это может быть АРХ, либо Уника. Это может быть любая компания. Если вы на этой машине выезжаете в Европу, например, или за границу, то вы покупаете зелёную карту на этот автомобиль, что логично. Если вы покупаете новый автомобиль, то чаще всего люди в первый год, по крайней мере, покупают каску на эту машину. Если машина кредитная, то априори, пока машина в кредите, естественно, автогражданец обязан застраховать эту страховку. Ну, например, человек покупает машину, которая стоит миллион гривен. И каска на такую машину стоит примерно 4% от АРХ, да? То есть примерно 40 тысяч гривен, ну, плюс-минус, стоит каска на такой автомобиль. Почему люди покупают каску на новый автомобиль? Потому что они за него заплатили миллион только что. Этот миллион они где-то заработали, и он, наверное, каким-то трудом достался этому человеку. И представить себе, что через неделю эту машину могут угнать, либо в результате ДТП она может превратиться в груди металла, не очень приятно. Именно по этой причине люди страхуют, покупают каска на свои новые автомобили. То есть, по большому счету, я вам в двух словах рассказала о том, как работает страхование. В чем смысл страхования, по большому счету, любого. Просто на машине это очень показательно. Машины обычно люди, которые покупают, они их любят, называют какими-то ласковыми словами. Ласточка, моя там зайка, или еще какими-то словами. Это может быть ДВС, добровольная медицинская страховка классическая. И чаще всего это корпоративное страхование, потому что в Украине нет культуры страхования. И чаще всего корпорации покупают своим сотрудникам такую страховку. Это страхование имущества для юрлиц, для физлиц. Это турнец страховка. Кстати, очень важный момент. Хочу обратить ваше внимание на то, что люди, которые выезжают в Европу, например, от войны, уезжают на машинах, покупают зеленую карту, но не покупают турнец страховку. И я сталкиваюсь с тем, что ко мне на сайт обращаются люди с запросом на турнец страховку для выезжающих за рубеж. Почему это происходит? Потому что люди, которые длительное время находятся за границей, без страховки, турнец страховки медицинской, не могут попасть на прием к доктору и получить медицинскую помощь. Им нужно покупать либо местную страховку, которая не всегда дешевая, европейскую, либо турнец страховку для выезжающих за рубеж. Очень важный момент. Обратите на это внимание. Если вы за рубежом, либо планируете поехать за рубеж. Страхование от ответственности. Это разные виды ответственности. Я не буду на них останавливаться. Профессиональные, как правило. Застраховать можно себя от несчастного случая. Речь идет о травмах, телесных повреждениях, переломах, ожогах, разрывах пениска, ну и так далее. И застраховать свою жизнь от несчастного случая можно тоже рисковой страховой компании. Чем занимаются лайфовые страховые компании? Исключительно страхованием жизни и страхованием здоровья. Больше ничем лайфовая страховая компания не занимается и по закону Украины не имеет права заниматься. То есть мы не продаем зеленую карту, турнец, страховку, каско и страхование имущества. Страхование различает два вида риска смерти. Вообще, собственно говоря, страхование жизни от чего? Ну, то есть жизнь страхуется от чего? На случай смерти. То есть человек живет, если его не стало, у него есть страховка, то его родственники в результате смерти получат деньги от страховой компании. Есть две причины, по которым человек может уйти из жизни. Либо в результате несчастного случая, либо в результате болезни. То есть других вариантов нет. Страхование от несчастного случая. Ну, это примерно то же самое, что у рисковой компании. Это страхование на случай переломов, ожогах, телесных повреждений, разрыв мениска, сотрясение мозга. И у женщин даже нематочная беременность относится к несчастному случаю. Здоровье человек может утратить по двум причинам, точно так же, как у уйти из жизни по двум причинам. Либо в результате заболеваний, либо в результате несчастного случая. Точно так же и здоровье человек может утратить либо в результате несчастного случая, например, ДТП, либо в результате заболевания. Это может быть критическое заболевание, либо какое-то хроническое, либо какое-то внезапное острое заболевание. Чем отличается страхование здоровья в лайфовых страховых компаниях от, например, ДМС от классической медицинской страховки. Принципиально это два параллельных вида страхования, которые решают разные задачи. В идеале они должны друг друга дополнять. Ни в коем случае я не противопоставляю страхование здоровья в Медлайфе, в частности, и ДМС. Категорически нет. О чем идет речь? Это вообще два разных договора, работает совершенно по-разному. Что предлагает, например, Медлайф своим клиентам? Это страхование на случай диагностирования критических заболеваний, таких как рак, инсульт, инфаркт, таких как рассеянный склероз, Альцгеймер, Паркинсона. У детей мы покрываем страхование на случай диагностирования сахарного диабета, например. У детей у нас 20 максимальное количество заболеваний, а у взрослых 32 заболевания. Это госпитализация, хирургия и восстановление после госпитализации. Это огромная обширная тема. Я в ближайших видео буду рассказывать в том числе и об этом. Сегодня я просто говорю об этом вскользь. Пенсионное накопление можно сформировать в лайфовой страховой компании. То есть накопить себе пенсию частную можно в страховой компании лайфовой. Можно это не делать вообще. Можно планировать, работать всю оставшуюся жизнь, не платить налоги государству, если не получать государственную пенсию и себе ничего не накопить. Но это тоже вариант. Можно накопить деньги в красивой баночке из-под чая китайского. Сейчас очень много красивого чая продается в красивых баночках. Ну, как вариант. Можно копить деньги в банке в финансовом учреждении. Это тоже вариант. Можно в негосударственном пенсионном фонде. А можно в лайфовой страховой компании. Чем интересно, в частности, в медлайфе страховать свою жизнь, точнее накапливать деньги на свою пенсию, тем, что человек не просто накапливает деньги на пенсию, но и его жизнь застрахована априори. Если человек принес деньги в банк, например, 20 тысяч гривен, и его не стал в течение первого года, предположим, то его родственники через полгода получат эти 20 тысяч гривен, и что там успело накопиться. То есть что он успел сформировать в банк для этого клиента. А в лайфовой страховой компании человек принес 20 тысяч, у него страховая сумма 500 тысяч гривен гарантированная, то есть он планирует 500 тысяч как минимум накопить за 25 лет, предположим. Его не стало в первый же год, между первым и вторым платежом. И семья получит выгодоприобретателю 500 тысяч, а не 20 тысяч, которые он внес. Вот в чем разница. И я считаю, что это гораздо интереснее, чем просто деньги хранить в банке, например. Накопление для детей чем-то похоже на взрослую программу. Есть, конечно же, нюансы. Цель таких программ, как правило, заключается в том, чтобы сформировать капитал на оплату образования детей. Это такая мировая практика совершенно нормальная. В разных странах, когда рождается ребенок в семье, то родители, бабушки, дедушки этого ребенка планируют будущее этого ребенка, будущее его образования. И от рождения начинают сформировать капитал для этих целей. Украина, конечно же, еще далеко. Нам далеко до развития цивилизованных стран в плане культуры накоплений. Но, тем не менее, мы все-таки в этом направлении двигаемся. И я кое-что делаю на своем канале для этого. Итак, очень важный нюанс. Вот сейчас мы подходим к важному моменту, ради чего я все это вам сейчас говорила в течение нескольких минут. Риск страхования жизни на случай смерти по любой причине. Что значит любая причина? Ну, то есть по болезни, например. Человек заснул и не проснулся. Это смерть по любой причине. Человек заболел онкологией и умер от рака. Это смерть по любой причине. У человека случился инсульт, либо инфаркт, и он ушел из жизни по этой причине. Вот речь идет об этом виде страхования жизни. Так вот, этот риск можно купить только в лайфовой страховой компании. Либо в сочетании с накоплениями, либо отдельно риск без накоплений и без комбинации с другими рисками. Это очень важный момент, потому что в рисковой страховой компании этот риск купить нельзя. Я выделила синим цветом, более светлым, два риска, которые пересекаются в рисковой страховой компании или в рисковых страховых компаниях и в лайфовых страховых компаниях. Это страхование от несчастного случая и страхование жизни от несчастного случая. Ну, то есть человек может рассуждать следующим образом. Если я страхую в своей страховой компании рисковый, у меня есть агент, я там покупаю автогражданку, я покупаю зеленую карту, турнирую страховку. Ну, чего мне переться к уницыной, например, в страховании жизни, в тот же Медлайк, если я могу то же самое застраховать вот здесь, в рисковой страховой компании у своего агента, где я покупаю автогражданку. Не вопрос, это возможно, но есть нюанс. Дело в том, что по этим рискам, в рисковой страховой компании, где мы покупаем автогражданку и турмедстраховку, есть лимит по этим рискам. Больше, чем на 100 тысяч гривен застраховать свою жизнь от несчастного случая нельзя, есть ограничения. И это не потому, что рисковые страховые компании плохие, не такие или какие-то еще там какие-то. Дело в том, что рисковые страховые компании решают другие задачи. Они страхуют рисковые виды страхования. Убыточные зачастую виды страхования. Это автогражданка, зеленая карта, каска. Это очень убыточные виды страхования. Поэтому просто задачи, направление деятельности у этих компаний совершенно другое. А все-таки лайфовая страховая компания занимается профессиональным страхованием жизни и страхованием здоровья, поэтому можно застраховать риск смерти по любой причине и нет лимитов по риску смерти в медлайфе. То есть свою жизнь можно застраховать в медлайфе, в частности, на миллион гривен, на 5 миллионов, на 10 миллионов, на 20. Нет ограничений. Если человек способен оплачивать такую страховку, если он платежеспособен, если его жизнь реально стоит таких денег, то есть есть нюансы, по которым можно определить, стоит ли жизнь человека таких денег, то нет ограничений. За другие страховые компании много сказать не могу. Единственное, что могу сказать, не знаю ни одной другой страховой компании в Украине, которая не ограничивает страховые суммы для своих клиентов по риску смерти. Это очень важно было мне озвучить в самом начале своего видеообещания. Итак, возвращаясь к первому главному вопросу, с которого я начала сегодняшнее видео. Застраховать жизнь на миллион в Украине, в медлайфе, в условиях войны на сегодняшний день можно. Я это утверждаю, так как я являюсь менеджером этой компании, работаю более 18 лет в медлайфе, и я страхую жизнь своих клиентов на миллион и на большие суммы. Сколько стоит страхование жизни на миллион? Сколько стоит застраховать свою жизнь на миллион? Еще раз хочу оговориться. Я сегодня говорю только об одном риске смерти. Без накоплений, без комбинаций с другими рисками. У человека есть потребность просто состраховать свою жизнь. Это возможно в медлайфе без проблем. Напомню еще раз о том, что человек может уйти из жизни по двум причинам. Либо в результате несчастного случая, либо по любой причине. Человек заснул и не проснулся. Это по любой причине. Человек заболел раком и умер. Это по любой причине. Человек, случилось у человека, например, инсульт либо инфаркт, и он не справился с заболеванием и ушел из жизни. Это по любой причине. Человек попал в ДТП и погиб. По любой причине. А вот теперь внимание. Несчастный случай – это только несчастный случай. Например, ДТП. Если человек купил себе несчастный случай, застраховал свою жизнь от несчастного случая, а умер от инфаркта, либо от онкологии, выплаты не будет. Важно понимать разницу между этими двумя рисками. Итак, застраховать свою жизнь на 1 миллион гривен в медлайфе от несчастного случая во время войны стоит 1862 гривны в год. Примерно 150 гривен в месяц стоит застраховать свою жизнь на 1 миллион гривен. Застраховать свою жизнь на 2 миллиона гривен в медлайфе от несчастного случая в условиях войны стоит 3667 гривен в год. То есть, по большому счету, за 100 долларов можно застраховать свою жизнь на 2 миллиона гривен. Застраховать свою жизнь на 10 миллионов гривен в медлайфе в условиях войны от несчастного случая стоит 18191 гривен в год. Вот. Интересная цифра, согласитесь. Люди, когда слышат эти цифры, когда я отвечаю на вопрос, а сколько стоит застраховать свою жизнь на миллион, испытывают шок. Почему люди испытывают шок, особенно те, кто когда-нибудь в своей жизни покупал каско? Я вам уже рассказывала историю в самом начале, когда рассказывала про рисковое страхование. Если человек покупает машину, которая стоит миллион гривен, он на этот же миллион ее страхует от разных рисков и платит за такую страховку примерно в среднем на новую машину 4%, плюс-минус в зависимости от того, какая машина, какое наполнение программы, какой стаж у родителя, масса других моментов влияет на тариф на самом деле. Так вот, человек готов заплатить 40 тысяч гривен, например, за каско, за железо, за автомобиль свой, за страхование автомобиля, а при этом застраховать жизнь на один миллион гривен стоит всего 1862 гривны. Интересное открытие, я думаю, для многих сейчас я сделала.